Ваш выбор может не совпадать с выбором ваших родителей. Как получить желаемое и не заплатить свою цену за это? Так не бывает. Мы должны определиться, готов ли я заплатить эту цену или нет. Это личный выбор. Существует довольно глубокая пропасть между нашим поколением и поколением наших родителей. Но не со мной. Между вами и мной нет пропасти. Я гораздо моложе вас. Иногда происходит так, что мы хотим чего-то в своей жизни, а родители не обязательно с этим согласны, и в итоге возникает конфликт. Иногда мы даже подавляем свои желания, просто чтобы родители были счастливы. Как уладить этот конфликт? Видите ли? Пожалуйста, садитесь. Это проблема не только вашего поколения. К сожалению, каждое поколение сталкивается с этой проблемой. Я думаю, что это очень глупо, что у всех поколений одинаковые проблемы. Если мы чему-то учимся, по крайней мере, у нас должны возникать новые проблемы, не так ли? У каждого поколения все та же проблема. Хотя они тоже были молодыми 25-30 лет назад. Внезапно они начинают вести себя так, как будто родились сразу такими, как сейчас. Раз ваши родители не здесь, я не могу обсудить это с ними. Значит, обсудим с вами. Вы хотите создать свою жизнь такой, как вы хотите. И это может противоречить мнению ваших родителей и общества, в котором вы живете, или университета, в котором учитесь. Такое может произойти. Ваш выбор может не совпадать не только с тем, что выбрали ваши родители, но и с тем, что выбрали ваши сверстники, с тем, что выбрала ваша организация, с тем, что выбрало общество, в котором вы живете. Если вы хотите делать что-то по-своему, вы должны понимать, что за это придется заплатить свою цену. Единственное, что вас беспокоит, это как получить желаемое и не платить за это. Так не бывает. Если вы хотите делать то, что хотите, но это идет вразрез с большими интересами окружающих, тогда они заставят вас заплатить за это. Если желаемое, значит, для вас очень много, тогда вы должны заплатить за это. Но если цена оказывается слишком высока, за то немногое, что вы хотите сделать, вы естественным образом отступите. Это все равно, чтобы идти на рынок. Вы хотите купить цветы. Продавец говорит, 2000 долларов. За цветы? Вы говорите, нет. Я хочу купить эти цветы, но говорю, нет, потому что за них просит слишком много. И так с каждым шагом в вашей жизни. Если вы хотите что-то сделать, у этого будет своя цена. Мы должны определиться, хочу ли я заплатить такую цену. Значит ли это для меня так много, что я заплачу эту цену, или я не буду платить. Это личный выбор. Не существует универсального решения для всех. Это личный выбор. Одни люди хотят чего-то настолько сильно, что готовы заплатить любую цену. У других это мимолетный интерес. Они забудут об этом и пойдут дальше. Нет ничего плохого ни в том, ни в другом. Оба варианта хороши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова